Эти люди сохранили мирное небо над нашими головами. Чтобы почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, во дворе школы номер 29 состоялся концерт и фотовыставка. Событие было приурочено к началу Курской битвы. Его организовали в рамках проекта «Герои Химок» по инициативе лидеров движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Битва на Курской дуге, она изменила ход Великой Отечественной войны в нашу пользу. Вот сегодня дети наши, доросающие поколения, выступили с ним большим концертом, выставили своих героев, это их прадеды, которые ковали победу на Курской дуге, на всех фронтах Великой Отечественной войны. На фотовыставке были представлены фотографии химчан-героев войны. Это экспонаты виртуального музея «Химки 1941-1945» и «Все для фронта, все для победы». Узнать историю своих отважных земляков мог каждый, наведя объектив камеры на специальный QR-код. Тут участвуют наши дети, наше старшее поколение. Каждый может выставить своего героя, который воевал в Великую Отечественную войну. И именно это позволяет воспитывать наше поколение в рамках патриотизма и любви к Родине. На концерте прозвучали песни и стихи военных лет. Выступали ученики школы, к ним присоединились лидеры движения общественной поддержки. Михаил Раев, Елена Андреева, Артур Каримов, Галина Болотова, Руслан Шаипов, Наталья Коныгина, Ирина Спирина и Николай Кашников. Нас ждет огонь смертельный, и все же бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный, десятый наш десантный батальон. Город Химки тоже внес свой вклад в победу в Курском сражении. Наши наземные войска получали прикрытие от истребителей Ла-5 с воздуха, который изобрел и сконструировал наш земляк. Завод имени Семена Алексеевича Лавочкина с 1942 года производил истребители, считавшиеся в свое время одними из лучших. Ла-5, а позднее и Ла-7. И сейчас Химкинское предприятие является лидирующим в своей отрасли. Кстати, именно на Курской дуге одержал свою первую воздушную победу трижды Герой Советского Союза и самый результативный летчик Красной Армии Иван Никитович Кожедуб. Великую Отечественную войну и легендарный ас, бивший более 60 вражеских самолетов, прошел на истребителях Лавочкина. Субтитры создавал DimaTorzok